Еще о наших проблемах. Есть более 400 способов сравнительно честного отбора денег. По крайней мере, столько знал небезызвестный нам всем Остап Бендер. Его современные последователи, вероятно, знают еще больше. Вот только жертв выбирают гораздо тщательнее. И чаще всего этими жертвами становятся пенсионеры. Потому что пожилое поколение привыкло доверять людям и искренне верить, что человек человеку друг. Этой верой и пользуются те, кто помоложе, поциничнее, каждый раз изобретая новый, все более изощренный способ обмана. Как мошенники наживаются на пенсионерах и в какие обещания не стоит верить, разбирался мой коллега Евгений Лямин. По подзывам этой компании замечена подозрительная активность. Это сейчас Лидия Александровна с подозрением вчитывается в каждую фразу. Юридическую фирму нашла в интернете. Пришла на бесплатную консультацию. Интересовала, правда, не пенсия, а перерасчет по капремонту. Марфина Дарья Сергеевна сказала, не знаю, не знаю насчет той проблемы, но у вас, наверное, маленькая пенсия, а вроде это самое, а стаж большой. Я говорю, да, стаж большой, пенсии маловато. А мы вам можем пересчитать законно. На деле почти по стопам Остапа. Легальный отъем денег подписал договор на оказание юридических услуг. Составить типовое обращение в пенсионный фонд предложили за 35 тысяч рублей. Я говорю, у меня денег нет. Она быстро, это я туда-сюда, говорю, может быть я завтра приеду. Подумаю. Нет, нет, нет. Завтра будет в два раза дороже. Мы сейчас вам даем такси, вы на Покровку берете деньги и приезжаете к нам. После такого сервиса такси на Покровку заказывали, насторожиться бы и вот-вот ус отклеится. Но нет, тем более, что юрист щедро сыпала обещаниями. Даже пообещала мне, как детям войны, выхлопотать квартиру. И только потом, отдав деньги, Лидия Александровна поняла, что все это обман. Приемов, как убедить пенсионеров подписать такой договор масса. Самый действенный, с юристом в кабинете сидит, так сказать, подсадная пенсионерка. Доверительный разговор почти как на лавочке у подъезда. А цифры такие, что забудешь обо всем и подпишешь, что угодно не глядя. Женщине пересчитали пенсию. Как ей полтора миллиона до считали то, что ей не додали. Вот. И получает она 45 тысяч в месяц. В Новосибирске, завлекая пенсионеров, юридическая фирма ежедневно давала рекламу на телевидении. Наша компания оказывает консультации абсолютно бесплатно. Помогаем пенсионерам. За бесплатной консультацией обратились 4 тысячи человек. Ну а дальше, как и в Красноярске, необходимо обратиться в пенсионный фонд. Поможем за 10 тысяч рублей. После на звонки уже никто не отвечал. Дверь на замке, таблички сорваны, деньги пропали. Для некоторых пенсионеров это были не то, что последние деньги. Брали кредиты. Сейчас пенсию получу, опять без денег осталось. Вдолг живу. Сейчас хоть вешайся. Слезы от бессилия. Привлечь юридические фирмы и вернуть деньги оказывается не так-то просто, если не сказать невозможно. По результатам проверок полиции вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствием события преступления. По договору фирма ответственности ни за что не несет. В должниках только заказчики, то есть сами пенсионеры. В случае уклонения заказчиком от оплаты исполнителя по данному договору или просрочки оплаты, заказчик уплачивает исполнителю пене в размере 0,1% от общей суммы, причитающейся вознаграждение за каждый день просрочки. Пришлось заплатить 5,5 тысяч рублей. Только после этого супруги выяснили, обращение в пенсионный фонд на перерасчет пенсии можно составить в МФЦ, причем бесплатно. Но в юридические фирмы тропа не зарастает. Слишком уж красиво обещают, повторяя, пенсионный фонд вам не доплачивает. И у вас удерживают определенную сумму незаконно, потому что неверный расчет. Жалобы готовятся с целью, чтобы вам оказалось содействие в выплате компенсации. Компенсация, повышение пенсии, слова-маркеры, дескать, дело верное. Правда, в региональных отделениях пенсионного фонда говорят, что в обращениях юридические фирмы зачастую не указывают даже основания для перерасчетов. В 2018 году уже за весь год всего 5-700 обращений было сюда, в отделение. За три месяца уже 2019 года, это просто вал начался, то есть за три месяца в целом по области у нас 5000 обращений уже. В Красноярском крае по 10-15 обращений в день приходят в общественную палату. Письма как копирку. Просят проверить общественную палату законности об основанность действий управления пенсионного фонда. Но, к сожалению, общественная палата таких полномочий не имеет. Главная задача таких фирм изображать бурную деятельность. Если шлем письма и неважно куда, хотя здесь как раз можно их попытаться привлечь, говорят эксперты, если выяснится, например, что по закону пенсионеру перерасчет не положен. Здесь можно говорить и о введении в заблуждение, и о непредоставлении информации. Когда потребитель обращается в какую-то компанию, у него нет специальных знаний о той или иной услуге или о том или ином товаре. И именно продавец обязан эту информацию довести. Правда, придется подавать в суд, а значит опять обращаться к юристу, составлять иск, платить. Решиться на такое пенсионерам сложно. На это и рассчитано. В пенсионном фонде советуют, чтобы не оказаться в юридической ловушке. Обращаться не в фирмы, а напрямую к специалистам пенсионного фонда или через многофункциональные центры. Евгений Рямин, Алиса Прошакова, Алина Сануева, Артем Тихонов, Анна Хигай и Руслан Башко. Первый канал.